Распространенная такая практика, что если в нашем обществе, в русском обществе, в российском, который воспитан на христианской культуре, когда человек просит прощения, следует ответ – Бог простит. И вопрос, каким смыслом наполняется творожник, действительно, здесь смысла одного какого-то не может быть. Можно сказать совершенно разной интонацией, совершенно разным намерением, можно даже не иметь намерения, просто сказать это по привычке, потому что так принято. Эти слова восходят к чину богослужебному, чину прощения, которое совершается в последнее воскресенье перед Великим Постом. И слова в полном виде звучат так – Бог простит, как я прощаю. Смысл этих слов заключается в следующем. В том, что человек, который таким образом отвечает, он тем самым свидетельствует, что то прощение, которое мы даем друг другу, оно без него невозможно и прощение нас Богом. Вот это свидетельство является, я бы сказал, центральным смыслом этого выражения. Можно также вспомнить слова Господней молитвы, Отче наш, где Христос учит нас молиться следующим образом, молиться Богу, и остави нам долги наши, прости нам наши грехи, как и мы оставляем пригрешившим перед нами, должником нашим. И здесь тоже смысл в том, что без прощения людьми, других людей, тех, кем они были обижены, невозможно и установление полноценных отношений с Богом, как с Отцом. Это условие спасения. И следует сказать о том, а почему мы имеем нужду в прощении. Мы, люди, имеем несовершенную природу и имеем свойство обижаться. Обида – это такое состояние человека, которое разрушает человеческие отношения, делает человека жестокосердным. Эти отношения также, как мы сказали, мешают и отношениям человека с Богом, в общем, полностью разрушает духовную жизнь человека. Обида, корень обида находится в самозакопанности человека, то есть когда человек очень концентрируется на себе. То, что мы называем самолюбием, это можно назвать эгоизмом, гордостью, гордыней. И святые отцы, рассуждая об этом несовершенстве, об этом грехе человеческом, советуют следующие способы преодоления обиды. Во-первых, если ты испытываешь обиду к человеку, нужно помолиться об этом человеке. Молитва, искренняя молитва к Богу никогда лишней не бывает. Действительно нужно помолиться Богу, и тем самым все свои душевные движения направить в верное русло. А второй шаг, который нужно сделать человеку, который испытывает чувство обиды, это при встрече с обидчиком не настраиваться на какие-то неприятные разговоры. Во-первых, нужно хотя бы мину на лице держать не угрюмую, а веселую, тем самым хотя бы нежным образом пытаться преодолеть этот разрыв. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok